Очень хорошо понимают, что мы хотим, что мы хотим, те недостатки, те шаги, которые были не сделаны в то время, когда у нас были предпитатели. И надо сказать правду, ошибки были. Были с нами и попутчики непонятно какие, были просто потные люди. И сами мы расхолаживались и действовали не так, как нужно. И когда я говорю «мы», это не только я, экс-губернатор Аваков, экс-премьер-министр Симошенко. Это в том числе и вы, каждый из которых ослабил хватку, дал возможность нам себя так чувствовать и дал возможность располстить всей этой гадостью среди нас. Можно сказать, так, в сторону будем искать третьи лица. Где они, эти третьи лица? Где они? Можно искать третьих, можно искать четвертых. А можно прикусить губы и начать себя исправлять. Можно понять те ошибки и действовать по-другому. Но нужно вместе выработать правильную линию. Мы обязаны это сделать. Я вам сегодня искренне благодарен, что вы сегодня пришли, потому что многие говорили, что вообще никто не придет. Но я знаю, что в Тарькове люди совсем другие. Я благодарю вас за поддержку. Я хочу, чтобы каждый из вас унес с этой сегодня маленькой нашей короткой встречи себе уверенность и немножко дарил это людям вокруг. Потому что люди вокруг отчаянные. 95% бизнеса уже ненавидит в ту власть. 95% пожилых людей все уже про нее поняли. Но советский страх вернулся очень быстро. И все помнят и чего-то боятся. И думают, ну хорошо, но сегодня в конце концов не меня бьют. Сегодня не меня сажают. Но знаете, это все уже было. Когда в 40-х годах фашизм приходил к власти в Германии, одни думали сначала, нас это не касается. Потом пришли за евреями. Это не про нас. Потом пришли за крупных бизнесов. Потом пришли за немцами. И уже возмущаться и кричать было некогда. И выцарилась темень над Германией и над Европой. Сегодня мы должны извлечь эти исторические уроки. И сказать себе, они споткнутся о наших позициях. Согласны? Несмотря на всю эту мерзость происходящего, несмотря на отчаяние, когда смотришь в глаза этим эволюционерам, мы не сдаемся. Мы готовы четко последствия.